Привет, друг, с тобой Иван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер номер 2, всё как всегда. И как ты понял по названию, по первому ролику мы сегодня будем открывать новый донатный кейс, вернее новый, он один, да? Где добавили тачку, которую просили многие, а именно Deo Matisse, поэтому сегодня мы открываем кейс, надеемся, что нам выпадет несколько штук, тюним одну, возможно вторую и одну, ну и если выпадет больше одной, тогда опустим ещё на розыгрыш, поэтому досматривай ролик до конца, я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну а если ты ещё каким-то боком не играешь на сервере CCD Planet, тогда заходи в описание, переходи по ссылкам, копируй айпичник и вайлком, играй вместе со мной. Ну что, ребят, вчера был день клоуна, как бы, да, поэтому ролики я не хотел выпускать, ладно, шучу. 1 апреля было вчера, и 1 апреля на сервер завезли клоунский кейс, в конторе можно выбить Matisse, ещё в разных раскрасках причём. Сколько они стоят, как они выглядят, я ещё, если честно, не смотрел. Буду надеяться, что охеренные, и на них есть тюнинг. Кейс всего лишь завезли до субботы, если не ошибаюсь, то есть до субботы у тебя есть время выбить этот кейс, кейс всего лишь стоит там 109 рублей. Поэтому что, у меня на балансе сейчас находятся 1000 донат единиц, то есть что это у нас, ну, плюс-минус 9 кейсов, да, но если я буду что-то продавать, там же вроде, а не, здесь, подожди, можно или нельзя? Вроде нельзя продавать, да, или можно? Ну, короче, минимум 9 кейсов мы откроем. Понял, да. Ладно, переходим открыть кейс. Вот так как-то он выглядит. Если бы его добавили только там на 2 дня, или на 1 день только, 1 апреля, было бы интересно, мне кажется. Вот сколько стоит Матиза, вот это... А, подожди. Стоп. То есть здесь только Матиз можно выбить? А, 250 тысяч он всего лишь стоит? Можно в Гуччи, Хеллоу Китти, Нико Пара, Арбузик, Божья Коровка и Пицерия. А, а я думал, это будет как типа с F40, открываешь, и там разные еще деньги, футболки, туда-сюда. Всегда себе кейс Ламборгини 6 тысяч стоит. Ладно, давайте не томим и открываем первый кейс. Это вообще первый-первый кейс. Я никогда еще не открывал кейсы на Си-Си-Планете. И... Арбузик, красное что-то. А фиг знает, что это за кейс на 1 апреля, понял. А что это за винил? Черные точки. Допустим. А, боже, бля. Это Божья Коровка. Почему я не догадался? Не знаю. Давайте, я хочу Гуччи, Матиз. Вот, есть, давай, 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 давай. Бля. Арбуз. Я такое чувствую, как будто можно и не один Матиз разыграть, как бы. Если они так падают. Они по дешману, наверное, уже стоят, это по типу Аки будет, да? Замена Аки. А, вот это что-то дорогое, наверное. Во. Просто стандартный Матиз, это тоже хорошо. Это тоже, мне кажется, дорого. Пустой лист для хорошего винила. Погнали дальше. Четвертый кейс. Хеллоу Китти. Давай Хеллоу Китти, чисто для разнообразия. На базу. Хеллоу Китти. Или Хеллоу Китти оставить себе, подожди. Мне уже глаза разбегаются. А что мы выбили? Божью Коровку. Арбузик вроде, да? Хеллоу Китти и без винила. Кучи, Никопара какой-то и еще пиццерия осталась. Ну, пиццерия, мне кажется, это самое интересное. Давай Гучи. Его здесь почти нет. Ладно. Сколько денег, кстати, осталось? 455 единиц. Три кейса. Давай. Может, вот это? Черно-белое? Никопара? На базу. А, подожди. Это пиццерия? А, это пиццерия. Подожди, а как Никопара все выглядит? Я же вообще не шарю. А, может, это там какое-то аниме? Бля, хуй знает. Опять Хеллоу Китти. Последний кейс. Последняя надежда на Гучи Матис. О, вот это Никопара, наверное. Она не... Давай! Блядь! О, все. 128 рублей. Ну, как говорится. Ну, давай. Ну, давай. Эх, ты ж, сука. Бля, нахера мне три Хеллоу Китти? Ёп, красота. Ну, да ладно. Давайте тогда посмотрим на номера. Что? Я не смотрел, короче, на номера, которые нам выпали. Буду надеяться, что нам выпадет что-то нормальное. И насчет раз, два, три. Значит, первое. Это Божья коровка. Кстати, единственная тачка, которая мне выпала. Я сначала ее засрал, но потом оказалось, что это нормально. ВХК-176, говно. Кстати, все 977 регион. Москва, как бы, да. НХТ, говно. РНС-551, говно. ОЕ, ОЕ, 78879. ОЕ, подожди, три единицы. Бля, 147 регионы. Я не помню, что это такое. Как же я это не помню? Это же Ленинградская область. О, ХН, три единицы. О, ебачина, за сюда. Ам, 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 ам. Ладно. Следующее, что у нас? Это Хеллоу Китти, да? Подожди, сколько она... Не, давай потом посмотрим. ХОК-874, говно. ММЕ-874, говно. КАУ-673, говно. И последнее, что? УРЕ-99498. Худшая пицца города. Угу. Ну что, тогда давайте расставим по цветам или как. Короче, пацаны, надо как-то достать еще админов, чтобы смарт добавили, поняли? Какой-то день, не знаю, какой... Начало лета, просто такой же кейс, только со смартами. И было бы охуенно, согласитесь. Какой-то смарт на обвесах, там, Брабус, вся лабуда, вот это. Было бы охуенно. Ну что, ребята, я посортировал. Значит, что у нас по улову? 4, 4, 1. 9 машин, да? Сколько доната еще? 19 доната. К сожалению, ничего мы больше не откроем. Бомбайщики здесь меня оккупировали. Очень нравится им Матиз. Значит, 2 арбуза у нас. 1 на 3 единицах. 2 пиццы. 3 хеллоу кити. 1 божья коровка. И 1 стандартная. Очень жаль, что не выбили вот в аниме раскраски, да? И в Гуччи. Вот в Гуччи капец хотел. Что по ценам? Мне кажется, все-таки Матизы в цене зависят от винила. Хотя, мне кажется, самый дорогой будет вот этот, который без винила, потому что каждый сможет налепить то, что он хочет. А если покупать в виниле, то этот винил нужно перекрывать квадратами, и это очень сложно будет. Если еще текстура нормальная, если текстура еще ненормальная, тогда ГГ. Блин, реально БМВчников понаезжало, что других автомобилей нет. Посмотрим, кстати, по ПТСу. Показывает там ПТС какой-то... А нет, белый металлик. Белый металлик. Узбекистан, страна вывоза, организация Узбекистан, бензиновый. Сколько? Какой литровый, кстати, литровый мотор или какой? 0,8. 52 силы. Очень жаль, что в ПТСе не пишет цвет, поняли? Может, особые приметки или где-то там, чтобы писал не белый металлик, а там, например, а Hello Kitty винил там, типа. Вот что-то такое, было бы интересно. Короче, следующий этап. Поехали, посмотрим на БУ, сколько они вообще стоят. Мне кажется, все-таки, так как этот кейс добавили ненадолго, хоть он стоит 100 рублей, да? И сколько там у него гос в этого Матиза? 250 тысяч рублей, то есть в БУ она там будет вообще по херне стоить, да? Но спустя время, типа, спустя год, если кейс потом еще раз, типа, не добавит, либо тачку куда-то не запихнут, тогда Матиз может стоить где-то под 1 миллион, если их еще там послевают, попродают, не знаю, что с ними сделают. Мне кажется, это нормальное такое вложение. Ну, как бы, начальное, типа. Не как и в 40, но тоже нормальное. И сейчас Эван заходит на БУ рынок и там тупо весь этаж фул Матиза. Вот это, наверное, тот винил, да, который как-то называется на... как-то на на, да? Ара, Ура, Сук, 5, 5, 5, 99. Ну, вот это стиль, конечно, бешеный. Ну, уже я вижу, что, наверное, винилов нет. Но Гуччи все-таки стильный. Очень обидно, что я его не выбил. Да, и вот стандартный, тоже прикольный. Аукцион. Это, ребята, лям поставили за Матиз, серьезно? Так, 29 миллионов. Че, ты что, вбросы? 64 рубля, 5 рублей, 1000 рублей, 4 рубля, 4, 4, 5, 700 тысяч, 3 с половой, лям, 244. Ну, да. И было бы прикольно, если возле значка вот этой ставки, да, еще там писалось там 1 ставка, 2, 3, чтобы быстрее они заходить и смотреть. Короче, Матиз на СКРах за 605 тысяч, я так понимаю. Да не, наверное, купил, чем-то вряд ли такой выпадет, ты что, гонишь? Слишком офигенно, чтобы быть правдой. Окей. Тогда давайте в конце ролика разыграем 3 штуки. Один как-то несерьезный. Ну что, ребят, значит, тюнинг я оставлю себе, конечно же, на трех единичках. Почему бы нет? Жаль, что он именно в арбузе выпал. В любом другом виниле был бы пиже. Ну и пофиг, да. Ну и впустим, ну да, впустим. Возврат сток, пофиг, диски, пофиг, номерная рамка. А есть что-то типа на арбузовском? Во, сеточка, да ты шо, вот это стиль. Ксенончик, ксенончик, ксенончик. Вы видели, кстати, в жизни Матис на ксеноне? Я тоже. Добавляем. Профиль шин. Это с дисками, блин, жалко нету никакого веса, какого-то мемного. Было бы еще лучше. Но потом добавят. Ну, я надеюсь, что добавят. Очень смешные диски. Очень смешные. Альпиновские. Идут, кстати. Вот, вот это что-то прям офигенное, не знаю. Прям очень подходит. Сколько они стоят? 210 тысяч. Я даже листать дальше не буду, что гонить. Очень офигенные диски. Профиль шины, еще бы высокий профиль бахнуть. Фу. Офигенно. Шины. Есть white wall? О. Да ты шо. 100 тысяч. Похер. 360 тысяч покупаем вот это. Надо поехать сейчас поставить сюда чиповочку. Потом кину детали красные. Ну, попытаться. У меня аж тысячу этих кредитов есть, да? Сюда. Чип от черона, потому что больше ничего нет. Это шо, как он идеально сидит. Ой-ой. Ой-ой-ой. Вот я, например, плюс-минус вот так настроил, да? Но здесь у нас, посмотрите, какой зазор между колесом и аркой. Но когда я выезжаю, вот, зазора нет. Поэтому здесь нужно угадывать. Ну, вроде. Ни хера не поменялось. Не, спереди развальчик добавился. Не, стиль. Определенно. Нахер этот бы. Вот, например, я захочу перекрасить. И нам перекраситься или нет? Ну, ожидаемо, как бы. Дополнительный цвет краски. Что у нас меняет? Ничего, да? Очень жаль. Очень жаль. Тип краски. О-о-о. Зато оттенок можно бахнуть. Посмотри, как она переливается. Офигенно. Матовый. Матовое говно. Обычное говно. Хром. Хром арбуз. Не, ну, хром 750 тысяч. Еще можно. Цвет блеска. Короче, у нас есть два варианта. Это, чтобы у нас крыша была более зеленая, как сейчас, да? И более желтая. Вот я хз, как лучше. Давайте где-то вот так посередине. Вот так будет нормально, думаю, купить. Основать цвет дисков. Вот диски, я думаю, белые или черные сделать. Можно как бы... Бля, не, черные лучше. 100%. И то они прям черные вот такие. А давайте вот такие серо-черные, да? Вот где-то вот такие. О-о-о. А если скопировать цвет кузова? Понял. Так, а дополнительный цвет дисков? Ничего не красить. Тип краски дисков. Не, ну, обычные лучше, конечно же. Тонировка. Тонировка. Вот стоит тонировать этот автомобиль или нет? Или можно немножечко притонировать? Вот типа что-то такого, легенькое такое. Или лучше вообще без? И давайте немножечко, как бы 20 тысяч сюда. О-о-о. Да ты шо? Ну, это стиль. Это капец какой стиль. Подожди, здесь же можно как-то через ID-шник зайти в ПТС, да? И посмотреть модель. Вроде модель, да? По модели можно узнать, какой ты по номеру Матис на сервере. То есть, если было бы 0-0-0-0-0-1, это был бы первый Матис. Это полторы тысячи Матисов? Ну, кстати, есть ли полторы тысячи Матисов? Бля, ну может быть. Если чисто в теории 1501 Матис. Множим на 109 рублей. Это 163 тысячи рублей доната. Неплохо. Давайте, чтобы развить этот миф, достанем какой-то вообще левый Матис. Например, я почему именно арбуз еще один достал. 1498, да. То есть, сейчас на сервере около полторы тысячи Матисов. Неплохо. Короче, ребят, мы отправляемся в Лос-Антос. Сейчас посмотрим, что по деталям на него. И, как бы, закончим серию. Но перед этим мне надо выкатать 20 литров бензина, а не какие-то бесконечные на Матисе. Чтобы залить Е85. Вот многие могут спросить, зачем ты купил Матис? Вот. Как бы, на каком автомобиле ты еще сможешь здесь проехать? Или здесь? Подожди, чтобы попасть. Да, еб. Мое. Вот так. А не на каком? А вот на Матисе сможешь. Не, Матисе имба, что? Это самая популярная тачка этого месяца. 100%. Туалет стоит 100 миллионов рублей. Это... А, это дом на 10 мест. А как он внутри? Наверное. Нихуя себе. Офигеть, я даже не видел это. В однокомнатной квартире в центре города. 10 минут до пляжа. Как любят писать, да. Допустим, я захочу продать Матис на БУ. Сколько это стоит? 175 тысяч рублей. Ну что, ребята, думаю, самое время вцепить на Матис детали какие-то, да. Давайте тогда замеряем на обычном бензине, на чиповочке. Сколько же он едет? Ускорение можно. Ускорение вообще очень дикое. Максималочка 194, да, там, и, там, 193 проскальзывает. Окей. 193. Теперь давайте зальем Е85 и посмотрим, сколько она будет ехать на Е85 бензине. Короче, только что в чате я прочитал, что Матис стоит полтора миллиона. Он должен 320 стоить. Если повезет, можно залям найти. То есть, чисто для понтовни, ну, невыгодная машина. Самая невыгодная. Но вот черный, фулл черный в тонировке, выглядит очень стильно. Если по ляму... Да нет, какой лимон, блин. Вы видели вообще цены на аукционе? Я вообще дешман. Полторы тысячи Матисов на сервере. Ёппер СТ. Может, сначала нет, но через год за лям возможно. Ну что, ребята, остался литр этого дешманского бензина. Я только что выкатывал минут 5, и он не меньше. Е85. 34 литра бак. 15. 300. Заливаем. Даже 35 литров в бак. Ладно, да, литр уж у меня был. Смотрим, сколько она будет ехать на Е92. Так, блядь. В смысле? В смысле? А что это за прикол? Окей. Переспаун. В смысле она Е150? Что, гоните? Нас только... 190 только что ехала. Что это за хуйня? Я Е85 залил. Почему она едет? 150. Не, ребят, вот это самый неожиданный поворот, что только мог произойти на этом сервере. Залить самый дорогой бензин и ехать еще медленнее. Дабл экзуст убрать. А что это за хуйня? Почему она едет 160? Давайте хотя бы посмотрим, сколько деталей на него стоит. Инвентарь или прокачай свою машину. 144 тысячи стоит один кейс. Но деньги мы не будем тратить. А вот кристальчики как бы можно. Хотя я их вообще невыгодно купил, когда Феррари за один кристалл продавал. Если не видели серию, можете зайти. Ссылочка в описании. Вы успешно приобрели. Давайте купим сколько? Блядь, забрать. Это синий, да? Я хочу купить на 72. На 70. Получается, что у нас 11 кейсов к списку. Сюда. Говно. Нормально. Говно. Пойдет. А кроме свечек, турбины и интеркулера больше ничего не падает? Нормально. Говно. Давайте что-то желтое. Ёпперсоте. Охуеть. Окей, свечи, свечи. Что нам дают свечи? Вот свечи поставил. Что нам дают свечи? Для установки или продажи запчастей перенесите гонку. Я понял. Плюс 2 кмча к максимальной скорости, да? Говно. Турбина. Плюс 5. Ставим. 150 тысяч, кстати. Плюс 2 к максималке и 1 к ускорению. Ставим. Прошня. Плюс 8. Охуенно. Тормоза. Плюс 1 к торможению. Ну такое. Интеркулер. Плюс 1 к ускорению. Ну и херня, если честно, попадала. Боже. Въебал 100 монет. 10 дней. А ничего нормально и не выпало. Да продавайся ты уже. Вот каким раком я уже начал ехать 180. Хотя передать им я ехал 150. Из-за деталей. Только детали надо еще изменить в этом. В щуповочке. Короче, ребят, с этим еще предстоит разобраться. На то, что у меня он ехал, да, после заправки 150. Сейчас 180. Типа 30-ку, 20-ку я добавил. То есть, Матис у нас где-то, как он раньше. Это где-то 250... Ой, 250. 220 кем Матча он едет. Уже неплохо, но нужно разбираться, почему он перестал ехать, блин. Я ж не залил там какую-то херню и залил. Е85. Пятый, что вы хотите сказать у меня от такого большого октанового числа, что клапана прогорели или что? Это мам, конечно. Ну что, ребят, как я и обещал, в конце конкурса на три этих прекрасных Матиза, на Арбузик, Пиццу и Хиллова Китти, все, что тебе нужно сделать, чтобы выиграть один из этих Матизов, это первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк на этот ролик, и третье, это написать любой комментарий с вашим Дискордом, чтобы в случае победы я смог тебя отписать. Итоги будут в следующем ролике по CCD Planet, который там выйдет через неделю, может полторы максимум, поэтому времени для участия еще очень много. Ну а у меня в принципе на этом все, вот такой вот видос вышел, я надеюсь тебе он понравился, обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. С тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны, и всем пока.